С глупыми вопросами, да? А что, Гленте-то не появился? Аж Робова будет. Так, запись уже идет. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу послематчную пресс-конференцию. Наставник Владимирского торпеды Александр Евгеньевич Акимов. Александр Евгеньевич, с победой. Последний домашний в этом футбольном году. Ваш комментарий по матчу. Все хорошо, что хорошо кончается. Сегодня не могу сказать, что... Сто процентов мы должны были выигрывать, да? По игре так... Такая игра, как раз вот, когда равная команда играет, может один выиграть и другой выиграть. С Долгопрудного то же самое, да? Эпизоды, моменты, нюансы могут сыграть и, так сказать, чашу подвинуть в ту или иную сторону. Ну и еще раз повторюсь, слава Богу, что победили, да? Потому что все-таки второй круг начали с двух поражений. И исходя из того, что настроение было не сильно хорошее, да? Пришлось понимать, что те команды, которых мы в первом круге обыграли, они взяли у нас реванш. Соответственно, мы проиграли Велесу и попытались взять у них реванш. И слава Богу, что это все получилось. Ну, думаю, что совсем-то уж черная полоса у нас не может быть. У нас все-таки черно-белая команда. Ну, будем надеяться, что Орехово-Зовереванш что-то возьмут. Если такую аналогию проходить, то будем готовиться именно к тому, чтобы Орехово-Зовереванш не взяло у нас реванш. Ваш вопрос, коллеги. Александр Евгеньевич, не совсем по матчу вопрос. Болельщики, наверное, благодарность выразили, или выражают футбольному клубу «Торпед» за то, что вход сегодня был бесплатный. Но кто прокомментирует сиденья обледенелые, на которых пришлось им восполагаться? А тут вопрос явно не к главному тренеру. Я отвечу, погода, погода может, внесла коррективы свои. А индивидуальный подход, я воздержусь от... Александр Владимирович, я вам все расскажу. Я воздержусь от персональных каких-то направлений, потому что я думаю, что у каждого слова «работа» и она не бывает легкой. Если человек работает, то она не бывает легкой. И поэтому и вход свободный мы сделали для того, чтобы немножко, может быть, немножко компенсировать болельщикам ту, так сказать, ценовую политику, которую мы проводили. Но я уже объяснял, и могу еще раз подтвердить, что с чем связаны повышение цен, мы можем объяснить каждое свое движение. Поэтому единственное, что я не могу объяснить, вот сейчас, да, это обледенелые стулья, но я объясняю их погодой. Ведь если взять, например, 12-й, нет, 11-й год, то мы 4-го и 7-го заканчивали здесь Перенс ФНЛ в 11-м году, да, игрой с Балтикой и с Торпедой Москва. Соответственно, мы 4-го ноября сыграли в такую сырую, в дождливую, но в плюсовую погоду. А 7-го была игра мороз, да, по такому полю, не по заснеженному, но по замороженному полю, да, в шиповках там все, но это погода, ничего тут с этим не сделать. Поэтому, слава богу, что было солнце, слава богу, что не было снега, слава богу, что футбол можно было провести. И есть смысл говорить о каких-то вещах там, да, но у нас, соответственно, нет возможности инфракрасное излучение на трибуны пустить, да, ну, подогрев, не знаю, с подогревом это тоже не ко мне, но, может быть, он... Но показалось, что... Подготовший стадион и занимается стадионом. Показалось, что в некоторых частях поле все-таки лед лежит. В некоторых частях, ну, возможно, нет, подогрев-то точно, я думаю, не включили, не включали, да, потому что надо, конечно, я за подогрев уже там говорил тоже достаточно много, и мы как клуб предлагали, и я свои инициативы высказывал там личные, вот, но это опять же мы же не можем воздействовать там на какие-то структуры там, стадион, школу там, поэтому... Поэтому, конечно, поэтому и сделали вход бесплатным, чтобы, ну, в любом случае, да, достаточно некомфортно смотреть, даже если бы сиденья были без снега, да, мы все равно холодные, там не особо сядем, что снег на них, что нет снега, да, было бы не совсем комфортно, и поэтому, к сожалению, это наша немножко такая участь, да, свалить на кого-то, ну, это легко найти какого-то крайнего, да, поэтому не хотелось бы на личности переходить, хотелось бы все-таки нас поздравить, там, и клуб, и там, и город, и, так сказать, область, и структуры, которые провели этот сезон, мы заканчиваем, мы закрыли домашний сезон, вот, слава богу, что все более-менее нормально, ну, в плане, я имею в виду, каких-то околовутбольных моментов, но, понятно, что, чтобы развивать дальше, чтобы были болельщики, да, ну, мы чай смогли сделать, да, сегодня был у нас чай? Александр Евгеньевич, какая ситуация? Мало того, что стадион не подготовил стадион, да, более того, мы хотели болельщикам сделать бесплатный чай, ну, чтобы для согрева, так там нам директор стадиона не выделил ни электричества, не дал возможности подключиться к электричеству, ни столов пластмассовых, чтобы мы туда чайники поставили. Вот эта элементарная любовь к футболу директора стадиона меня удивляет всегда. Это было выступление на пресс-конференции заместителя директора футбольного клуба Торпеда Владимировича Смашкова. А теперь давайте по игре. К игре. Почему в запасе остался капитан? Ну, знаете, так, давайте скажу. Ну, капитан не вечный, наверное, все-таки, да, как бы мы ни хотели, но он не... Ну, видите, сегодня даже пригодился, все равно пригодился. Вот, поэтому есть мысли думать о будущем. Конечно, ну, безусловно, да. Так же и Алан, там, Алан прекрасно понимаю, да, и благодарен им. И у них другого пути нет, кроме как помогать команде в тех возможностях, которые они могут. Надо в запасе, да, надо, пожалуйста, в запасе. Надо на поле, пожалуйста, на поле. И к ним вопросов у таких нет. Так что тут вариант такой, что, ну, в любом случае надо будет что-то делать, например, в дальнейшем, да. И мы говорим о том, что очень много наошибались в Казанке, очень много, и все, да, но это не значит, что там, например, я нашел одного крайнего, и ребятам не дадут соврать. У нас был и разбор, и какие-то там собрания, теоретические занятия, которые подтвердят мои слова, да. Да, ни в коем случае не собираюсь там сводить, наоборот, сводить какие-то счеты, а наоборот хочу так, чтобы и ребята понимали, что такое доверие, да, что такое конкуренция. Вот эти вещи, да, они должны понимать. Другое дело, что я все-таки сторонник человеческого лица. Я не любитель закапывать, да, там, из-за одной ошибки закопал, все забыли. Вот, но есть моменты, которые мне хотелось сегодня посмотреть. Я их увидел, были еще пару вариантов, да, но думаю, что мы их оставим там на потом. То есть у вас теперь есть вариант с обороны? Ну, конечно, я в чем и говорю, что, ну, не вечные люди, это все нормально, объективные вещи. Ну, как бы, не надо в этом искать какую-то подоплеку, но, знаете как, ну, не буду фамилии говорить, но игроки же тоже ко мне подходят некоторые, например, помоложе и говорят, ну, я же тоже ошибаюсь так же, как Каратыгин там или там Балоев или кто угодно, да, но почему-то они играют, а я нет. Дайте шанс. Вот, и, соответственно, доля правды в этом есть. И резон, например, надо понимать такой, что они помоложе. Шарин вышел с капитановской повязкой, я тоже надеюсь на то, что это преемник. И думаю, что надо, надо это делать. Надо делать, да. Не хотелось бы искусственно, поэтому пока это не искусственно. Они никогда в жизни не поступали так, чтобы это было искусственно, тем более по отношению к людям, которые сделали очень много для клуба, там, для Владимирского футбола. Так что, надеюсь на понимание и болельщинской среды, и там, и футбольных людей, и, соответственно, самих игроков. Александр Ильич, я тут на фоне начала сезона. Были вопросы по Каратыгину, он хотел то ли завершать карьеру, кто это, после этого сезона? Ну вот мы с ним как раз и говорили, что по поводу подписания контракта, да, и он мне, так сказать, резонные такие доводы привел, говорит, Евгеньевич, ну я же вроде как не худший, я же отыграл все, и это действительно так. Другое дело, он говорит, возможно, это мой последний сезон, это сам Ванька мне сказал, возможно, это мой последний сезон, да, и я, соответственно, тоже думаю, что, ну, возможно, это тоже последний сезон, но еще раз говорю, что, что Втюрин, что Малышев, что Балоев, что Каратыгин, это люди, которых нам бы не хотелось терять, там, Дубровин, Смирнов, да, не хотелось с ними поступать так, как, например, ну, так, условно, с приезжими, да, когда люди, там, приехал, поиграл, уехал, все нормально, да, никому проблем нет, ну вот, то есть мы говорим, что, наверное, все-таки не вечный Ванька, да, и ошибок побольше стало, и, соответственно, тяжелее все это происходит, но я только за правильное понимание и их прежде всего. Ну, спросите, вот, мы очень много общались раньше, там, Казаков, Владимир Владимирович, Казаков, он закончил, там, не знаю, под 40, наверное, там, да, он говорит, чем больше возраст, тем больше надо тренироваться, тем больше надо тренироваться. Поэтому подход только такой, другое дело, что возможности, есть ли возможности такие, да, и, например, я выпускаю сегодня Ваню, ну, я был уверен, что он чисто неудобно, в неудобном положении, но он за счет опыта, за счет опыта какие-то моменты может, там, предугадать, что-то помочь, вот, так что ни в коем случае со счетов их не сбрасываем, там, ветеранов, но это естественный процесс. Еще, поскольку уже это последняя домашняя кара, вот, впереди пауза, опасения, что кого-то все-таки заберут из команды, нет, несмотря даже на контракты. С удовольствием бы отдали кого-нибудь, да, если бы там, тем более на повышение, пожалуйста, но все-таки объективно надо оценивать наши, наш уровень, да. Мне жаль, что мы вот так двумя поражениями, там, да, как-то немножко подскомкали, было все-таки более-менее так нормально. Как, знаете, как я рассуждал перед этой игрой? Первый круг закончили, да, что-то какая-то недосказанность есть, две-три игры, да, и мы там буквально рядышком, там, с тройкой, да, две игры проиграли, там, одну игру проиграли, и мы уже рядом с десяткой. И я приводил ребятам пример, как тот же локомотив. В чем интересен футбол? Локомотив московский. Только что были на первом месте одно поражение, одно поражение, и они третьи, и могут не выйти из группы. Просто вот одним поражением. Поэтому я считаю, что достаточно все интересно. И вот тут как раз вступает в ход момента вот эти, да, как, кто как переживет и зиму, и подходы, да, и какие-то вот эти направления. Мы расставаться, есть у нас, например, несколько человек, с которыми мы готовы расстаться, вот. Но тут еще такой момент, я вам сказал, с человеческим лицом у нас, все-таки футбольный клуб, мы никогда не пойдем на обман, на там какую-то, какие-то подтасовки, да. Ну, не хочу я видеть Рудакова у нас в команде. Вот, но если не найдет команду, значит, будем применять его как-то. Есть еще один нападающий, который вообще практически не выходит на поле. Те, кто это? Одиннадцатый номер. Ну, кто у нас? Пуков? Последний, самый последний был заявлен. Матаев. А, Матаев. С Матаевым мы расстались. Уже, да? Расстались уже, да. Но он получил у него проблемы со здоровьем, да, и мы, в принципе, опять же, могу объяснить. Мы его взяли на минимальную зарплату на два месяца, буквально на два месяца. То есть мы понимали, что человек не готов, да, там, и по-футбольному не готов. Но у него какой-то опыт, какое-то направление был. Минимальнейшая зарплата с тем, что через два месяца он может уйти из команды. Мы об этом обсудили, говорим, да, мы тебе готовы дать шанс, но если не получится, ты уходишь. И он на это согласился, да, и мы хотели как раз немножко повысить конкуренцию в атаке, да, или там разнообразие в атаке. Вот. Но прошло два месяца, он начал там немножко форму набрал, там, начал выходить на замену, но получил травму и сделал операцию, которая ему там вообще два месяца не позволит. Это не то, что там работа, играть, да, тренироваться даже не позволит. Вот. Поэтому мы спокойненько сели и расстались. Освободившись с вакансий займутся? Или молодыми? Владимирскими, или все-таки? Владимирские у нас есть заявки в 2000 год. В 2000 год есть заявки, но опять же могу четко все объяснить, как, что и почему. Да, у меня неделю провел хохлов, например, доволен им, вот, но пока рано говорить о том, что там в команде, или там при команде. Но очень большие проблемы с их нахождением даже в тренировочном процессе. Они учатся днем, да, а мы можем тренироваться только днем, практически всегда, да, и поэтому большая проблема выходит. Плюс люди 2000 года выбирают уже какое-то направление жизненное немножко другое, да, насадов, законов. Дегтярев закончил, они выбирают другое. Это те люди, которые у нас тоже в заявке, но они выбирают направление там не футбольное, и я могу понять, и родители, и их в том числе, да, и, соответственно, Большаков такой же. Все, нету людей, нету людей. Поэтому молодыми, Владимирскими, им их просто некем заменить. Есть 2001 год, смотрим на 2001 год, да, там, Муравьев, как с ними мы будем, они тоже учатся в школе, как мы с ними идем? Как, 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 это... Тогда тут с ними понятно, тогда, значит, кого-то будем искать на стороне. Путь вообще один, только на стороне. Вы посмотрите, у нас даже при том, что если вот они закончили 2000-й, там, 99-й год, тараканов, да, мы проигрываем конкуренцию, ну, вдрыск, просто вдрыск. Да, люди 99-го, 98-го, 97-го года, Казанка, Чертану, ну, они лучше нас как команда, не говоря уже как молодежь. Поэтому мы им проигрываем вдрыск. Вопрос-то в другом. Не едет никто. Казанка, Чертанов, они не поедут к нам. Они обстираны, накормлены, зарплаты у них. Мы не можем им предложить такие условия, да, как в Москве. И они заказывают. Почему я говорю, что, ребят, не балуйте вы молодежь, не балуйте эту Казанку, не балуйте. Да, потом это было, когда мы выходили, 10-й год. Ну, «Локомотив-2» занял там четвертое место, мы первые вышли. Мы говорим, давайте к нам в первую лигу. Нет. Зачем? У нас нормально все. Ну, правильно, задача, задача, наша задача воспитать их как футболистов там РФПЛ. Но они должны пройти эту конкуренцию, обыграть в конкурентной борьбе, а не там, не за счет каких-то там, я не знаю, околофутбольных вещей. Вот, поэтому говорить о том, их сначала выгребают Москва-Академии, да, потом к нам они не едут. И, соответственно, мы, да, вынуждены сказать, вот Родионов, там, единственный человек, там, Родионов, которым мы пригласили со стороны. Вот он приехал. Ну, он тоже не, так сказать, не этого уровня. Этого, но ниже. Выше наших, но ниже, там, например, Казанки. Поэтому это для нас, в следующий сезон я даже боюсь заглянуть. Там надо будет 97-й, если у нас сейчас есть Гладышев, там, Харин, которого, опять же, вот взяли, да, вот у нас Родионов останется один. И Таракантов, которые должны быть на поле. И это проблема. Но давайте уж, как бы, я стараюсь ее, как ты решила, там, челюсть, не заглядывайся. Дмитрий Владимирович, Елизмикин, мы пообщались с ребятами, вместе с ним. Нет, я Колков захожу. А, Колков? Нет. Ну, холодно, нормально. Мы еще завершаем, я думаю, что Дмитрий Владимирович там встречу-то организует. Сезон не закончился. Дмитрий Владимирович, мы двигаемся дальше. Вопрос еще есть, Олег Геннадьевич? А вот Вы много про молодежи сейчас сказали. А на САССах уже крест поставлены или что? На САССах не крест, хорошо, давайте САСС. Как их взять? Они служат в армии. Нет, они отслужат, они к лету отслужат. Закончат? Они отслужат. Во-первых, уровень, опять же, не совсем такой. Во-вторых, даже если они отслужат в армии, их надо покупать у школы. Они стоят двое, они будут стоить тысяч по триста каждый. Поэтому мы говорим, ну, давайте разумные вещи-то, понимаете. Два по триста плюс зарплату дать. Есть смысл. Поэтому, очевидно, да, не надо быть там каким-то суперумным, чтобы понять, что надо взять с Казанки или там с Чертанова, которые им там не нужны где-то, да, взять к нам. 97-98 год. Но они не пойдут. И вот тут тупик, который нам предстоит решить, ну, только что к лету. Возьмем, найдем кого-то, да, кто-то. Но это будет, опять же, уровень, я думаю, что... Почему я говорю, не балуйте молодых. Они не хотят играть там за нас, да, не хотят получать эту игровую практику. Они хотят сразу в РФПЛ, на деньги. Агентов понимаю, да, конечно, туда надо, все туда, но... А что у нас хорошего, Александр Евгеньевич? Победа, конечно, праздник сегодня. Сегодня праздник всех с праздником. Всех с праздником, с Днем народного единства. С окончанием домашней части, да. И давайте на этой позитивной ноте расстанемся и встретимся с кем-то в Орехово, с кем-то на следующий год. С матчей с Великими Луками. Всех с победой, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok